Этот новый садик в поселке Емельянова построили за 10 месяцев. Рассчитан он на 190 мест и совсем скоро примет первых малышей. Кстати, с его вводом очередь детей с 3 до 7 лет в Емельяново будет полностью ликвидирована. Просторные игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный медкабинет и пищеблок. Здесь все максимально удобно для детей и воспитателей. В комнатах полы с подогревом, а во всех буфетных стоят посудомоечные машины. Для безопасности снаружи внутри здания ведется видеонаблюдение. На строительство учреждения потратили чуть более 160 миллионов рублей из краевого бюджета. Заведующая рассказывает, их садик уже шестой в Емельяново и самый современный. Есть здесь и свои фишки, дети будут заниматься экологией. Мы будем изучать все, что вокруг, как можно это сохранить с ребятишками, опыты и так далее. И вот разные проекты экологические и так далее. То есть вот это в Емельяновском районе, я думаю, это актуально. Мы близко к городу находимся и сохранить экологию в районе и так далее. К этому нужно ребятишек везти еще с рождения. Посмотреть на новый садик приехал и губернатор края Виктор Толоконский. Руководитель дошкольного учреждения рассказывает, сейчас идет комплектование. Здесь будет 8 групп, в том числе и ясельная для малышей от полутора до трех лет. Губернатору края садик понравился, но все же критики руководство не избежало. Виктор Толоконский остался недоволен тем, что садик до сих пор не работает, хотя его достроили в конце 2015-го. По словам руководства, сроки затянулись из-за того, что не прошли торги на закупку мебели и пообещали все доделать в течение месяца. Я сейчас несколько поручений сделал, чтобы ускорить процесс лицензирования, ускорить процесс комплектования некоторым инвентарем, который сегодня еще не приобретен. Ну а так, хороший детский сад, с хорошим качеством все сделано, все оборудование и мебель, и пищеблок очень мощный, медицинский кабинет, спортивный зал. Ну, современный там, о таком дошкольном учреждении, еще даже несколько лет назад трудно было мечтать, но сейчас все такие проекты. В ходе рабочей поездки в Емельяново губернатор побывал и в аэропорту, и осмотрел грузовой терминал. Его пропускная способность 150 тонн в день, но специалисты сетуют, в связи с кризисом объемы сокращаются. Как исправить эту ситуацию, Виктор Толоконский обсудил с руководителями компании, которая обслуживает грузы и почту в терминале, и с министром транспорта Сергеем Ереминым. По мнению специалистов, нужно в большей мере открыть небо для иностранных авиакомпаний, то есть разрешить им не только дозаправляться, но и выгружаться и забирать с собой грузы. По их расчетам, это позволит привлечь дополнительно 200 тысяч тонн грузопотока в год и заработать больше 50 миллиардов рублей. Это значительно увеличит поступление в бюджеты всех уровней. Красноярск, в принципе, находится в достаточно благоприятной транзитной зоне, межконтинентальной зоне. Это и Азия, Европа, и Северная Америка. Поэтому проходит очень большое количество таких транзитных маршрутов. Вот такой симбиоз развития пассажирского и грузовых операций действительно позволил бы Емельянову стать таким настоящим полноценным авиационным хабом. Сейчас режим открытого неба действует только во Владивостоке, Сочи и частично в Москве. Виктор Толоконский заявил, что обсудит этот вопрос с руководством страны. И, возможно, небо над Красноярском тоже вскоре будет открытым. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Новости.